Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу как отремонтировать аккумулятор шуруповерта и перевести его на литиевые элементы питания. У меня есть аккумуляторный 18 вольтовый шуруповерт фирмы Temp DA18. Шуруповерт довольно хороший, мощный, но вышел из строя аккумулятор питания, а новый стоит дорого. Для того, чтобы заменить никель-кадмиевые родные аккумуляторы на литиевые, необходимо купить высокотоковые аккумуляторы. У меня фирма LG DBH G21865. Так как 18 вольт, нам понадобится 5 штук по 3,5 вольта. А также понадобится такой контроллер заряда этих аккумуляторов. Для начала необходимо разобрать старый корпус аккумулятора и достать с него старые элементы. Я уже старые элементы достал, осталось только его разобрать. Откручиваем эти шурупы по периметру верхней крышки. Как видите, здесь осталось два родных элемента. Никель-кадмиевых, бумажных и изолятор. Вынимаем родные элементы. Вот видно, что на этой рамке держится все. В корпусе старого аккумулятора полно места. Сюда влезут 5 аккумуляторов литиевых без проблем. И даже останется место. Я взял контроллер мощностью 15 ампер CF5515A. Думаю, что мощность его хватит. Если не хватит, то придется купить помощнее. Если у вас нет дома точечной сварки, то желательно купить элементы уже с приваренными контактами. Так вы гарантированно не перегреете аккумулятор и он дольше прослужит. Для подключения контроллера к аккумуляторам я воспользуюсь вот такой схемой, скачанной из интернета. Перед спаиванием всех элементов необходимо проверить их напряжение с помощью мультиметра. Оно должно быть одинаковое для того, чтобы не было дисбаланса. 3,41 вольта. Все элементы требуют зарядки. Для зарядки аккумуляторов я воспользуюсь обычным зарядным устройством. Вот видно, что два элемента аккумуляторов не заряжены, даже новые. А пока заряжаются новые аккумуляторы, я освобожу контактную площадку от старых аккумуляторов. Необходимо откусить с помощью кусачек эти контакты или просто их оторвать. Вот старые элементы. Видно, что они уже почти рассыпаются. Много окислов. И стандартный аккумулятор имел напряжение 1,2 вольта и емкость 1000 микроампер час. Проверим какое напряжение на этих аккумуляторах. Да, здесь совсем мало. 0,01 вольта. Теперь необходимо взять два провода сечением 2,5 красный и синий. И припаять соответственно до плюса и минуса этой контактной площадки. Теперь с помощью ушной палочки наносим паяльную красоту на контактную группу. И припаиваем сюда контакт провода. И после этого смываем с контактов остатки паяльной красоты с помощью воды. И после этого фиксируем контакты на контактной площадке, слегка подпаивая эту пластмассовую часть. Теперь берем супер клей и вклеиваем в эту площадку верхнюю часть аккумулятора. Вот видно, что контакты теперь на своем месте. двух сторон. После того, как все батареи выровнены по потенциалу, необходимо сделать связку из батарей. Для этого я использую обычной изолентой, которой скрутим основную часть батареи. Контакты должны быть изолированы для того, чтобы не было короткого замыкания. Теперь я померяю, как эти три элемента лягут в корпус аккумулятора. Видите, они вмещаются беспроблемно. А вторые два элемента будут прикручены вверху. Вот такая получилась связка батарей. И после этого начнем спаивать плюсовые и минусовые клемы вместе. Снимаем защитные колпачки с противоположных контактов и начнем спаивать в одно целое. Соединяем плюс с минусом, минус с плюсом, ничего не перепутав. Оставляем крайние выводы для подключения к плате управления. Как видите, общее движение равняется 19 вольт. Значит сборка правильная. Пропаиваем все выводы и припаиваем к ним основные контакты на плату управления. Промазываем ортофосфорной кислотой для легкости спаивания контактов. И греем совсем короткое время, чтобы контакты не перегрелись. В каждой контактной паре припаиваем по одному выводу на плату управления. Вот такой получился блок батарей с шестью проводами. Теперь их необходимо подключить к плате управления зарядом. Залуживаем на плате управления основные точки пайки. После этого начнем припаивать элементы в плате управления. Минус на выход Бай минус. После этого можно проверить работу аккумулятора. Работа аккумулятора хорошая. Значит можно собирать все в свой корпус. И после этого приступим к упаковке всех элементов питания в батарею. Помещаем весь блок управления на свое место. Для безопасности плату управления зарядом обмотаем изолентой или Воспользуйтесь термоусадкой, чтобы не было короткого замыкания. Теперь помещаем все на свое место, чтобы ничего не мешало работе. И закрываем корпус батареи. Следим, чтобы провода не были пережаты шрупами, потому что будет нарушен контакт. И закручиваем шрупы крепления верхней крышки на свое место. Следим, чтобы шрупы не перерезали провода, которые внутри. И закручиваем шурупы крепления верхней крышки на свое место. Следим, чтобы шурупы не перерезали провода, которые внутри. Можно проверить работу батареи на шуруповерте. Теперь проверим, как заряжается батарея на штатном зарядном устройстве. Штатное зарядное устройство имеет блок питания, напряжение 19 вольт и ток зарядки 0,35 ампер. Проверим, как он будет заряжать этот аккумулятор. Как видите, зеленая лампочка зарядки включилась, значит аккумулятор заряжается. Когда она потухнет, аккумулятор будет полностью заряжен. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видео о том, как своими руками отремонтировать аккумулятор шуруповерта и заменить нифель кадмиевые аккумуляторы на литий-ионные. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok